МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальных новостей за неделю. Итоги волейбольного турнира в памяти Бориса Ревы. Солнечный мистопад! Спортивный праздник для одесногорских детей. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 180 работников Атомтранса получили премии ко Дню автомобилиста. День работника автомобильного транспорта на предприятии Атомтранс традиционно отмечается каждый год. В коллективе принято в этот день поощрять работников за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство. Приказом директора, почетной грамотой и премией награждено 28 работников. Объявлена благодарность 33-м. За высокие показатели в труде ВТП в этом году занесли на доску почета 8 человек. Кроме этого, отдельным приказом госкорпорации Русатом, знаком отличия ветеран атомной энергетики, наградили двух работников. Нагрудным знаком от Роскомнадзора за безаварийную работу второй и третьей степени отмечены 8 водителей. От Десногорской администрации и городского совета депутатов благодарственные письма и почетные грамоты вручили 15 работникам предприятия Атомтранс. В общем, награды получили 180 человек. За разъяснениями мы обратились в медико-санитарную часть номер 135. Время, которое мы получили на доску почета, И я думаю, что это не так, что это не так, а что это не так. Объединение на основные в況, если у т.д. И при обходе несостоятельно. Это вовсе вовсе, когда вы получите у т.д. И на т.д. И в т.д. И в т.д. В т.д. Принесу, на т.д. И на т.д. И на т.д. Выправил. Что-то для права и проекция. И на т.д. И на т.д. В т.д. В т.д. В т.д. В т.д. Машина полностью разокомплектована. С нее снято все необходимое медицинское оборудование. В медсанчасти на балансе таких авто три. Все они используются только в хозяйственных целях. И если вы увидите их в работе, не пугайтесь. Эти машины уже никогда не выйдут на вызов для оказания помощи больным. Как сообщает Пресс-служба регионального УМВД, борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел. В связи с этим полиция призывает смолян сообщать правоохранительные органы о фактах получения и вымогательства взятки, злоупотреблениях полномочиями, незаконном участии должностных лиц в предпринимательской деятельности и других проявлениях коррупции. Обо всех фактах вы можете сообщить в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции по телефону и электронному адресу, который вы видите на экране своих телевизоров. О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 166 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 139 административных правонарушений, в том числе 105 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к ответственности привлечены 13 человек. За 9 месяцев 2016 года на территории Смоленской области зарегистрировано 200 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 31 человек погиб. 178 получили различной степени телесные повреждения. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к горожанам с просьбой. В соответствии с пунктом 4.5 правил дорожного движения, вступая на пешеходный переход, пешеход должен убедиться в безопасности перехода, оценить расстояние до транспортного средства и убедиться, что транспортное средство остановилось, чтобы его пропустить. Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен снизить скорость вплоть до остановки и убедиться, что пешеход видит его, чтобы избежать наезда. И еще одно ДТП на пешеходном переходе произошло сегодня утром в третьем микрорайоне нашего города. Водитель, управляя автомобилем «Хонда Элемент», не предоставил преимущества пешеходу. В результате пешеход госпитализирован в медсанчасть нашего города. А 28 октября в 18.47 в четвертом микрорайоне на автодороге Н6 нашего города на ходу загорелась ВАЗ-2110. Машину успели потушить до прибытия пожарных. Предварительной причиной возгорания является неисправность деталей узлов механизмов транспортного средства. 27 октября в музее школы номер 3 прошла церемония награждения участников квеста «Дорогами побед». Первое место в патриотической игре заняла команда школы номер 4. Все участники и победители получили дипломы. В завершении торжественного мероприятия ребят пригласили вступить в ряды юной армии. Два дня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» проходил 14-й международный волейбольный турнир среди ветеранов, посвященный памяти почетного гражданина Десногорска Бориса Ревы. Как он прошел и каковы результаты – в нашем следующем репортаже. На турнир приехали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, Минска, Брянска и Смоленска. Среди спортсменов были те, кто знал Бориса Михайловича лично, и те, кому посчастливилось с ним играть в волейбол. Имя Ревы связано со стройкой и спортом. В этом году Борису Реве исполнилось бы 80 лет, так что турнир стал в какой-то степени и юбилейным. В честь этого события всем участникам соревнований вручили памятные медали. Поприветствовать гостей и пожелать спортивной удачи пришли руководители города и станции. Приехала и вдова Бориса Михайловича. Я очень рада за то, что наш город помнит Бориса Михайловича, помнит его все дела, которые он тут сделал. Мы благодарны этому городу, руководителям, администрации, всем-всем, кто участвует в этом деле. На следующий день все гости волейбольного турнира ветеранов посетили памятник Ревы и возложили цветы, а также памятник первостроителям, где сделали фото на память. Инна Ефимова, вдова одного из соратников Бориса Михайловича, посвятила участникам турнира и всем десногорцам свои стихи. Наш турнир – это память, да здравствует жизнь. Волейбол – это праздник и радость, волейбол – образ жизни, волейбол – это жизнь. И победа – приятная сладость. Все ребята, что в вечность ушли далеко, в это время, конечно же, с нами. Наш турнир – это память, и на сердце светло, юбилейная ввысь рвется с нами. После обеда начались финальные игры. За третье место боролись команды Москвы и Минска. Игра складывалась очень непросто. Соперники буквально бились за каждое очко. Фортуна улыбнулась белорусам. У них заслуженное третье место. В игре за первое и второе место встретились команды Смоленска и Санкт-Петербурга. Здесь с явным преимуществом победу одержали земляки. У гостей из Питера – второе место. Не выигрывали, а нынче победили. Все, все. Я очень рад. Спасибо ребятам. Поздравил победителей и призеров волейбольного турнира глава Десногорска Вячеслав Сидунков. Команды собрались с воодушевлением. И то, что победа осталась на смоленской земле, наверное, не случайно. Дома и стены помогают. А самое главное – такой замечательный земляк вдохновил. И наша смоленская команда, конечно, ожидаемо стала лидером. Хотя это было непросто. Спортсмены также не могли сдержать эмоций. Это же не первый мой турнир, который… Я участвую во всех турнирах, первенствах с командой, которую организовал Рева Борис Михайлович. Поэтому очень приятно. Это же родной для меня город, который я строил. Здесь масса моих друзей. Отметим, что благодаря усилиям многих людей волейбольный турнир ветеранов вернулся в Десногорск. Три раза он проходил в Ярцево. И эта добрая традиция в нашем городе будет продолжаться. Не отстают в спортивных достижениях и юные десногорцы. В минувшую субботу в Доме творчества прошли веселые старты для ребят с ограниченными возможностями и детей-работников Смоленской атомной электростанции. Яркий спортивный праздник организовали для особенных детей сотрудники Дома творчества вместе с Организацией молодых атомщиков и Десногорским обществом инвалидов. Для объединения не только деток с проблемами здоровья. Как вы видите, сюда приходят дети, как слово нормальные, здоровые физически и умственно. В общем, это создает дружбу. Вела праздник неизменная ведущая организатор Елена Гурьянова. А помогали ей ее воспитанники и школы вожатых. Для детей были организованы веселые эстафеты, конкурсы, танцы и обучающий мастер-класс по сборке и разборке автоматов. Все участники веселых стартов стремились к победе. И в итоге победила дружба. Лица ребят в этот день сияли безграничной радостью и весельем. Мне очень нравится. А что больше понравилось, Анют? Соревноваться. Соревноваться? Да. Такие мероприятия для детей организуются в Десногорске ежегодно. Второй год подряд они проходят в Доме творчества. Помимо мероприятий, которые мы проводим для детей, мы занимаемся различными видами деятельности с детьми и дома. Приходят наши педагоги к ним домой и сюда приходят дети. Занимаемся как в групповых формах, так и индивидуально с детьми. Для особенных детей важно чувствовать себя необходимыми и незабытыми. Быть таким же, как все. Для них это, поверьте, очень важно. Завершилось веселье чаепития. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова